Хорошей недели, рад встрече с вами, и мы продолжаем книгу Шмуэльбет. Мы остановились с вами посередине самой трудной истории, наверное, во всем Танахе, по крайней мере, так представляется. Вот это история Давида и Бат-Шевы, и я надеюсь, что мы вспомним с вами основную проблему истории, что Давид человек праведный, нет у него никаких намерений, такие, которые могут привести его, возбудить, потому что он увидел молодую женщину. И секрет этой истории заключается в том, что Давид остался в Ярушалаиме, когда все войско вышло на войну под рабат ОМОН, как вы помните, под предводительством Иаба, для того, чтобы возвыситься духовно и привести в мир сына, который сможет построить храм, как ему было обещано Всевышним. Обещание – это одно. Понятно, что человек должен предложить максимальные усилия. Какие максимальные усилия он должен предложить? Он видит, что ни один из его детей не подходит для этой роли, как бы они не были, не отличались с хорошими качествами, и какие мудрецы бы Тора среди них не были, особенно Килав, сына Вига, не подходит для того, чтобы построить храм, выполнить эту совершенно нетервиальную задачу, соединить духовный и материальный мир. И он старается возвыситься духовно. Он думает, что он не удостоился до сих пор привести в мир сына, потому что он недостаточно, не достиг достаточной духовной высоты. И ни для кого не секрет, что состояние, скажем, родителей, можно сказать, как-то момент, может быть, близости, оно очень сильно влияет на то, какая душа войдет в мир. Насколько высока их любовь, насколько возвышены их чувства, насколько они, скажем, устранены от материального, или могут возвысить мущество материальное на уровень духовный. От этого зависит, какая душа, насколько высокая душа войдет в мир. Дальше, естественно, у человека есть свобода выбора, его нужно воспитывать и так далее. Есть люди с меньшим потенциалом, которые развиваются впоследствии за счет собственных заслуг. Есть люди с большим потенциалом, которые не могут его использовать. Но как бы изначальная стартовая точка очень зависит от духовного состояния родителей. И Давид обвиняет себя в том, что он до сих пор не смог достичь достаточной духовной высоты. И вот здесь разворачивается эта история, о которой мы с вами говорили. Он занят исключительно заповедями, проблемами народа. И ночью изучает Тору, поет псалмы. И когда он поднимается вечером на крышу, он случайно, неожиданно, на одно мгновение видит женщину. Когда мы читаем просто рассказ, то может сложиться одно представление. Когда мы задумываемся о деталях происходящего, пытаемся в них глядеться, то у нас должна сложиться другая картина. Мы понимаем, как Давида могла увлечь женщину. Вот мы представляем, как нам рассказывает Агада в трактате Санедрин. На секунду, в вечернее время, когда уже темно, приоткрылась какая-то занавеска, ее сдул ее отдерненным ветром. На секунду, на одно мгновение он видит женщину, которая, если говорить о подробностях, моет голову для того, чтобы опуститься в воды Миквы, на крыше, как мы с вами говорили, и очиститься. Что он мог увидеть за это мгновение? Что его могло так взволновать? Мы понимаем, что только духовный свет, только ощущение сердца, что это та женщина, которая может привести в мир ребенка, о котором он так мечтал. Если говорить о, скажем, уйти в плоскость такую несколько мистическую, то можно сказать, что Медраж говорит о том, что Батшева была предназначена для Давида с момента сотворения мира. Мы помним с вами, что душа Давида связана с душой Адама, а душа Батшевы, она, как нетрудно догадаться, она связана с Хавой. И Давид это чувствует, ощущает. И Давид, который всегда полагался на сердце, он понимает, что есть момент, который, вот ради которого он жил, ради которого он был сотворен. И он не должен пропустить этот момент, не должен упустить его, что будет дальше, что будет завтра. При этом он совершенно как бы не намерен иметь отношения с замужней женщиной. Сейчас откроем с вами текст, посмотрим его. Но он понимает так и представляет, чувствует сердцем, что он не может упустить этот момент. Это тот момент, который дает ему возможность привести в мир человека необычного, человека, который может соединить духовный и материальный мир. Тот же Медраж говорит, что ошибка Давида в том, что он поторопился, что ему следовало подождать. Но, может быть, человек бы в какой-то иной ситуации, он бы и подождал, может быть, и Давид бы подождал. Но он, скажем, этого не понял, пошел не за разумом, пошел за сердцем, как он и всегда это делал. И возникла такая, скажем, возникла такая ситуация. Ситуация, когда он, может быть, не виноват где-то по сути, но важно, как это выглядит в глазах людей. Давайте поднимем текст и попробуем разобраться с этой ситуацией подробно. Значит, я делаю скриншер и поднимаю текст. И, наверное, мне удобнее на секунду остановить скриншер. Отлично. Я специально делаю в PowerPoint, для того, чтобы можно было листать и не искать следующие документы. И вот мы с вами читаем то, о чем мы говорили. Войско под рабат ОМОН. И было в вечернее время, встал Давид с ложезвой, его начал прохаживаться по крыше царского дома. Мы теперь понимаем его мысли с вами. Когда он в озабоченном таком состоянии, ему 52 года. И увидел с крыши женщину, купающуюся в своем доме. А женщина та очень хороша на вид. Здесь есть намек на то, что они подходят друг к другу. Давид и Батшева. То есть, о Давиде сказано, то в рои он сам хорош на вид. Или мы, как с вами говорили в отношении Давида, можно сказать, что он хорошо видит. То есть, он видит духовный мир. И здесь тоже подчеркивается, что она хороша. Она хороша на вид. Может быть, не то же самое, но явное, как бы, соответствие свойств. И одного, и другой. И послал Давид, чтобы разузнать об этой женщине. И сказал посланный. Да ведь это Батшева, дочь Ильяма, жена Ури по прозвищу Ахития. Ахития, мы немножко сказали, что он гер, воин. В прошлом воевал на стороне Плештия, Филистимлян. Теперь Батшева, дочь Ильяма. Кто же этот Ильям? Ильям – это сын Ахитофеля. Ахитофель, как мы с вами помним, советник Давида. И в то же время большой мудрец Торы. И в то же время большой противник Давида. Он в будущем поддержит восстание Авшалома. Станет правой рукой Авшалома, советником Авшалома. То есть он всегда был против того, чтобы и Давид занял престол Израиля. Ему казалось, что Давид, как мы помним, многие думали о том, что Давид – человек недостойный. Вот Ахитофель был среди них. Мы можем с вами, говоря о Батшеве, о происходящем здесь. То есть мы зафиксировали этот момент сейчас, что Батшева – это внучка Ахитофеля. Вот мы можем с вами сказать, что все жены в доме Давида давали обед, что они принесут жертвы, если родят достойного наследника. То есть это пишет Раши в комментарии к Мишлей на 31 главу. То есть мы видим, что этот вопрос остро стоял и, в общем-то, наверное, даже обсуждался. И не только Давид, но и его жены понимали, что нужно привести в мир ребенка особого, особых качеств. Но как ни глядывались в каждого родившегося мальчика никаких признаков того, что именно он у наследует престол, не видели. И такая вот обстановка напряженная, может быть, мы бы с вами сказали, не совсем здоровая, была в доме Давида. И Давид был уверен, что должна существовать женщина, которая несет в своей душе вот такой луч первозданного света, который, как он представлял, распространялся в саду Иден до греха Адама. То того света, который должен войти в мир через храм. Значит, женщина должна быть, вот ее душа должна быть особой, сильной очень, связанной с этим первозданным светом. И поскольку Всевышний сам соединяет пары, то Давид решил, что только его собственные недостатки не позволили ему найти ту единственную женщину, от встречи с которой зависят будущие сыновей Израиля. Он обвинял себя. Теперь, да, мы представляем себе, дальше мы как бы смотрим эту ситуацию со всех сторон, мы представляем себе, что вот женщина после окончания обычного периода, она погружалась в миг. И в, скажем, древнем мире, если так можно сказать, да, обычаи несколько отличались, да, женщина всегда, да, в любом случае, будь она замужняя, незамужняя, она старалась хранить чистоту семейную, да, и она же одновременно для нее была и ритуальной чистотой, и поскольку готовили пищу, часто готовили пищу, даже будничную пищу в чистоте, женщина стремилась погрузиться в миг. Мы понимаем, что она жена, в каком смысле жена, мы сейчас с вами еще поговорим, да, жена Ури Гахити, и Ури Гахити нету дома, нету в доме, он на войне, и вот вроде бы ей не нужно было бы опускаться, погружаться в миг, однако мы понимаем, что в древнем мире, в мире обычаи были другие, она, да, это делает, она должна отделять труму, и она должна отделять халы для когенов, да, и это должно делаться в чистоте, если она может это сделать сама, то, конечно, она старается быть в ритуальной чистоте, да. Вот, теперь, что мы можем с вами здесь еще представить в этой ситуации, что нам может быть важно, да, давайте, да, и послал Давид, чтобы разузнать об этой женщине, и сказал посланный, да ведь это Бат-Шева, дочь Илиама, жена Ури по прозвищу Гахити, да, зачем он посылает, он знает, что это дом Ури Гахити, он не настолько незнаком со своими воинами и с их жилищами, где они находятся, расположены в Иерушаламе, чтобы специально выяснять, но это же дом, там много людей, и там есть и прислуги, и служанки, да, и он посылает узнать, что это за женщина. Ему говорят, это Бат-Шева, дочь Илиама, жена Ури Гахити. Теперь Бат-Шева. Тут есть много таких проблем, которые мы с вами, может быть, и не заметили бы, да, Бат-Шева буквально переводится как седьмая дочь, да, Бат-Шева, седьмая дочь, да, по крайней мере, так нам говорит комментарий такой, несколько научный, да, от Микра, да, вот, и само по себе в этом есть намек, да, что она была предназначена Давиду, потому что Давид, как мы помним, седьмой сын в семье, да, и она Бат-Шева, она дочь седьмая, и все, как бы, концы сводятся к одному, да, кроме одного, кроме одного. Как быть в такой ситуации? Давайте сначала о ней представим себе, да, забегая вперед, мы понимаем, что у, от связи Бат-Шева с Давидом, Бат-Шева забеременела, у нее, как это может быть, почему, как это может быть, потому что, скажем, вот у нас в трактате Сен-Идрин, в Тесофот обсуждается проблема, да, семь лет, вот, и Тесофот объясняет это тем, что во времена Давида люди достигали, как бы, зрелости гораздо раньше, да, что в семь лет человек мог привести в мир ребенка, вот, и, да, теперь мы можем сказать, да, что вот, как бы, со зрелостью человека связывается в наше время то, что мы называем, да, возраст Бат-Митсвы и Бар-Митсвы, да, то есть для мальчика 13 лет, для девочки 12 лет, созревание человека, оно, как бы, накладывает на него ответственность перед законом, да, вот, с 13 лет на него ложатся полностью все обязанности, на девочку 12 лет, да, вот, и Тесофот говорят о том, что раньше это было, раньше это было не так, что возраст, когда на человека ложились все обязанности Торы, он был меньше, был раньше, вот, вот, это их позиция в пояснении Казактасу Сингдрин, Рамбам же считал со своей стороны, что можно считать по-другому возраст Бат-Шевы, я сейчас не хочу входить во все проблемы расчета, вот, я думаю, что не обязательно, но Рамбам нашел возможность посчитать ее возраст в связи с возрастом ее деда, Ахитофеля, посчитать ее возраст несколько по-другому, да, и он говорит, что, скажем, да, что всегда, да, что не нужно этого напряжения, которое идет Тесофот, что всегда девочка считается взрослой с 12 лет, а мальчик с 13 лет, да, вот так он пишет в Мишне Тура, в Гилхот и Шут, то есть в законах о браке, вот, да, и, скажем, вот мы видим с вами две посылки, Бат-Шева ей 7 лет, да, и Рамбам считает, что ей, Рамбам считает, что ей где-то 12 лет, окей. Не думаю, что это принципиально, просто очень хорошо знать и представлять, что есть два мнения, да, есть два мнения, и часто можно посмотреть на вещи несколько иначе, скажем, в Туре иногда возникает проблема с возрастом, и мы видим, что есть разные мнения по этому поводу, но это для нас, для нас не принципиально, да. Теперь, да, нужно представить себе, да, 7 ли ей лет, или 12, ровно 12, допустим, 12 совсем небольшим, да, можно представить себе, да, что она делает в Уре, в доме Уре Гахити, почему она называется ее, его женой, да. Вот, заключил ли он брак с 7-летней, в любом случае, может, она не родить, не может, но заключил ли он брак с 7-летней, заключил ли он брак с девушкой 12 лет. Тут нужно учесть такую ситуацию, да, что в Туре, в Туре есть закон, как вы помните, в главе Мишпатим, который позволяет человеку по тем или иным причинам, в основном, когда он обеднел совсем, да, отдать свою дочь, начиная с 3-х лет, в какую-то семью. Получается, что вроде он ее отдает в жены, но понятно, что он в жены ее в 3 года не отдает. Скажем, Тора в данном случае, она рассчитывает на высоко моральный уровень людей, да, и человек, потому что он беден, или потому что он хочет, чтобы дочь выросла в определенной семье. Он передает ее в эту семью с условием, что когда она вырастет, когда она достигнет, достигнет 12 лет плюс, да, то она, то она станет женой, станет женой хозяина, которому отец передал ее. Никакого дополнительного брака для этого заключать не нужно. Но у девушки есть право по достижении 12 лет, да, встать и уйти. Встать и уйти, и также никакой гет в данном случае не требуется, да. Закон сложный, мы понимаем, как мы представляем себе современный мир. Да, и, наверное, и древний мир со всеми, так сказать, детстарием, со всеми дурными желаниями человека. Может быть, он нам представляется очень сложным. С другой стороны, а что особенного? Растет ребенок в доме. Она там, скажем, на правах прислуги. Вот, но, как мы знаем, к прислуге нельзя было относиться плохо. Нельзя было прислугу посадить за отдельный стол. Она должна была есть за общим столом. То есть она как, то есть она как член семьи. И она должна быть как член семьи. И вырастает девушка в доме. Но если ей не нравится хозяин, если он не подходит ей в роли мужа, то она встает и уходит. Уходит в дом отца. То есть вроде бы как бы не так уж страшно никакого, там, скажем, насилия, скажем, над действительностью нет. Это вполне и вполне возможно. Нужно сказать, что в Торе есть целый ряд законов, которые, если так можно сказать, рассчитывают на очень высокий духовный уровень людей. Например, мы знаем с вами о так называемом либератном браке, когда женщина, овдовевшая, у которой нет детей, и она должна выйти замуж за одного из, скажем, за старшего брата мужа. Старшего брата мужа. Если, конечно, такое есть, она должна выйти за него замуж. Закон очень тяжелый психологически. И брат может отказаться, и она может отказаться. Закон либератного брака настроен на то, или, скажем, целью его является то, что жена вдова умершего и его брат, они должны привести в мир обратно душу человека, который ушел из жизни, не оставив детей. Родившегося ребенка называют именем умершего. Это ужасно тяжелый психологический момент. И причем их намерения должны быть только такими. Не для собственного удовольствия, не для утворения своих каких-то потребностей. Их исключительно для того, чтобы привести в мир душу ушедшего из жизни человека без детей. В наше время этот закон не исполняется. Есть процедура, которая освобождает и брат, и вдову, освобождает от заключения этого брака. И ни один суд, во-первых, это делал столько рекомендаций суда, который видел людей, каковы они, каковы их духовный уровень. А в наше время считается, что мы вообще, в принципе, не в состоянии по своему духовному уровню исполнить этот закон. То есть, опять же, мы сталкиваемся с законами Торы, иногда примеряем их на наше время, и нам кажется, что это не будет работать. Не будет работать, отдать маленькую девочку, для того, чтобы она была в чужой семье. А на самом деле, скажем, уровень духовных людей, и не все это делали, не вообще всеми отдавали девочек, и, скажем, на самом деле это работало. Теперь Бат-Шеба находится в доме Ури-Ахити на правах такой девочки, которая была отдана до совершеннолетия в дом. И Ури-Ахити находится к этому времени уже примерно полгода на войне. Сейчас она достигает зрелости, и она собирается уйти из дома Ури-Ахити. Кроме того, все, выходившие на войну, Она собирается уйти из дома Ури-Ахити, и единственное, что она хочет, она хочет дождаться его, для того, чтобы с ним объясниться и оставить дом. В скобках можно сказать, что Бат-Шеба, как мы видим из ее поведения, мы посмотрим еще по тексту, она также чувствует свою привязанность к Давиду. Она, как говорит Медрашна, еще раньше него знает, что она предназначена ему, она чувствует эту душевную и духовную связь, и она не знает, каким образом она может перейти в его дом. Но в любом случае, Ури-Ахити, с которым у нее не было никакой связи, как мы понимаем, потому что она до сих пор не достигла зрелости. В любом случае, дом Ури-Ахити она собирается оставить. Кроме того, Давид вел такой порядок в своем войске, это было еще и до него, что воины, которые выходят на войну, они дают разводное письмо своим женам, дают разводное письмо своим женам, то, что называется, с условием. Что если я не вернусь совсем к войскам, или если я не вернусь, допустим, через месяц после того, как войско вступит в Ярушалаим, то считать жену, освобожденной от брака, еще задним числом. То есть с того момента, когда я написал разводное письмо, оно сейчас не вступает в силу, когда я его пишу, но если не вернусь к определенному сроку, то тогда она вступает в силу с задним числом. Зачем это нужно было? Для того, чтобы не ставить женщин в тяжелое положение. Потому что мы понимаем, что люди на войне погибали, люди на войне пропадали без вести. В древнем мире далеко не всегда были возможности заниматься опознанием павших, чтобы все были живы-здоровы. Вот такая ситуация. Павшие воины. Не всегда была возможность заниматься опознанием павших. Вообще-то, как правило, не хоронили воинов на поле боя. Давид старался это делать. Впоследствии пошел, совершил поход в Идом для того, чтобы похоронить там воинов, которые, как мы с вами говорили, были убиты в крепостях. Он старался это делать. Он старался хоронить воинов. Но это не всегда была такая возможность. И не всегда была возможность опознать, кто есть кто. И человек, который не пришел с войны, он считается пропавшим без вести. А если никто не видел, как, скажем, не дай бог, там его убили в сражении, никто не видел, нет свидетелей, то все, его жена будет сидеть и ждать, пока он не вернется до конца дней своих. Таков закон. Для того, чтобы этого избежать, воины писали такие из письма, заботились о своих женах, чтобы они не остались в состоянии агунот. Как мы знаем с вами, проблема агунот в современной израильской армии является очень большой проблемой. В принципе, жалко говорить на такие грустные темы, но как бы опять же с оговоркой, что все были живы-здоровы, чтобы все наши солдаты-воины были здоровы и выходили победителями из всех столкновений с террором и с вражескими армиями, были и в 67-й войне, в войне 67-го года, и 73-го года, и в 82-м году в Ливане возникают такие ситуации, когда человек пропадает, пропадает бедности. Главный равенат, его задача – это опознание павших по тем или иным признакам и так далее. Для чего? Для того, чтобы женщина не стала агунат. Это женщина, которая не сможет выйти замуж, пока не появится ее муж. Если он пал и никто не видел, так она до конца дней не сможет выйти замуж. Есть несколько известных случаев в Израиле, когда вот такие ситуации сложились и так далее. Были споры раввинские, можно освободить женщину от обязанности хранить брак. Все это как бы отдельная история и отдельный разговор, но мы видим с вами, каков порядок был в войске Давида. Теперь, такие письма с условием писали все воины Давида, кроме передового отряда. Передовой отряд, его Гебурим, они давали женщинам гет, когда выходили на войну, без всякого условия. И Ури-Ахити фактически, да, хотя, скажем, да, в такой ситуации по закону Тору он не должен был писать никакого разводного письма, но, скажем, да, порядок есть, как бы, порядок, ну, скажем, как, в глазах людей. Бат-Шеба, она живет в его доме, да, и никто не вдаётся в подробности, да, жена, наверное, жена, достигла она, вот, не достигла, уйдёт она, не уйдёт от него, да. В такой ситуации Ури-Ахити тоже написал разводное письмо, считал себя обязанным, и мудрецы так постановили, что в такой ситуации нужно писать разводное письмо. Он написал разводное письмо. Поскольку он был в передовом отряде, он написал разводное письмо без всяких условий. Вот сейчас, с сегодняшнего дня, и всё. Так что формально, да, формально Бат-Шеба никому ничего не была должна, можно сказать, несколько раз, да, и потому что она никогда была в Суре-Ахите, и она не достигла до сих пор свыше зрелости, и потому что он написал ей разводное письмо, да. Но, да, да, Тора здесь, пророки, учат нас великой вещи, да, что не всё упирается в формальности, да. Потом Натан, пророк, забегая вперёд, придёт и скажет Давиду, «Зачем ты взял жену мужа?» «Какую жену мужа? Она свободная женщина». Да, но все-то думают, что она жена, или, по крайней мере, она живёт в его доме. Все думают, что она будет его женой. И не важно, что с формальной точки зрения. Важно, как это выглядит в глазах людей. Важно, как ты поступил по отношению, скажем, к человеку, если отбросить там все другие обстоятельства, которые сейчас начнут развиваться. Да, это важно. Это важно. И это великий урок. Это великий урок, да, что не всё упирается в формальности. Не всё в Торе, то, что разрешено, не является запрещенным. То есть, Тора устроена таким образом, что многое очень отдаётся в руку человека, и он должен знать, что если это не запрещено, то это очень-очень нехорошо. Вот, скажем, мы возьмём с вами закон о разводе, в разводном письме. Тора не запрещает мужчине встать, допустим, с утра, почесать за ухом и написать разводное письмо жене. Никакого запрета формального нет. Написал, написал, передал разводное письмо, всё, значит, свободно. Но с точки зрения, с точки зрения моральной, это является величайшим преступлением. Написать разводное письмо жене просто так. Говорят, что в подобных случаях жертвенник, который в Ярушалаиме, он плачет. И жертвенник, который в Ярушалаиме, он плачет. Можно представить себе этот образ, что из того места, где находится жертвенник, оттуда был взят, так сказать, прах земля для того, чтобы сотворить Адама, Адам был сотворён цельным, как мужское и женское лицо вместе, там единение. И когда мужчина просто так пишет разводное письмо, то жертвенник плачет. Жертвенник плачет. Это значит, что Всевышний жертву такого человека больше не примет. Ну, может, ему удастся раскаяться, как-то молиться, задобрить там свою жену каким-то образом, просить от неё прощения. Может быть. Но в принципе, Всевышний не будет принимать жертву такого человека. Всё, он лишил себя возможности, он совершил страшные преступления. И мы с такими моментами встречаемся не один раз и в Туре, и в Пророках. Когда формально вроде всё правильно, а у Туры, скажем, у Всевышнего претензии к человеку. Можно, скажем, для того, чтобы, может быть, развить эту линию, можно представить себе ещё один такой момент. Ну, вот мы знаем о законе Сота, который описывается в главе Насо, что есть такой закон, когда муж подозревает жену в измене и предупредил её, и есть свидетели, что она там вошла в дом, скрылась на какое-то время с каким-то человеком. Нет свидетелей, что она ему изменила, но есть свидетельство, что она скрылась. Муж может привести жену в Ярушалаем. Там есть определённая процедура. Коген поет её водою. Кстати, тоже берёт в эту воду, немного добавляет земли с места храма, то есть с того места, где единство мужчины и женщины, как бы, давайте, вот с небес такое единство. И женщина, если она виновна, если она изменила, никто не знает, кроме Всевышнего, никто не знает. Если она виновна, она погибает. А если нет, то получает благословение. Это очень сложный закон. Тоже можно рассматривать его, зачем ему это нужно, он может с ней разместись, ей это нужно, она может отказаться и потребовать разводное письмо. Но дело не в этом. Дело в том, что Тора предполагает, что если мужчина сам изменял жене, то эта вода не подействует. В любом случае не подействует. То есть мы видим здесь какое-то, скажем, какое-то морально-нравственное учение, которое говорит как бы так, да, я вот даю основные черты, а в принципе требую гораздо больше, гораздо более морального и нравственного поведения, чем как бы это прописано по букве закона. Есть как бы Тора за Торой. Я даже не сказал, что это устная Тора, как бы, да, Тора, который проглядывается за Торой. И тогда мы понимаем проблему, проблему, в которой находится, попадает Давид, когда ему говорят, да это же Батшева, жена Урии Ахити. Какая жена? Никто не вдаётся в подробности в глазах людей. Она жена, она живёт в его доме. Значит, мы не будем сейчас даваться все в комментарии, которые здесь есть, и Рифф, комментарии, кто бот и так далее. Я думаю, что мы посмотрели основную канву. И Давид, действительно, мы можем представить его, можем представить его проблему. То есть сердцем он чувствует, что это та женщина. Пропустить этот момент он не может, потому что он считает, что этот момент послан Всевышним, и что будет завтра, он не знает. И он завёл себе Батшеву, а Батшева приходит. Батшева приходит. Можем сказать, как она могла не прийти, это царь, и всё. Есть поступки царя, есть, которые не укладываются, как бы, в Тору, если бы она не захотела. Она бы, если бы она не захотела, она бы не пришла. Если бы она думала, что она понесёт за это наказание, так или иначе какое-то, она всё равно не должна была бы идти. Она идёт, потому что, идёт, потому что она считает, что Давид и её пара, идёт и приходит к Давиду добровольно. Теперь важное замечание делает Мальбин. Он говорит, что Давид видел, что она очистилась ритуально, то есть она, как бы, отношения с ней разрешены по этой причине. Он говорит, что она осветилась от нечистоты своей, говорит нам говорит нам текст. Вот и послал Давид посланцев, и послал Давид, чтобы узнать об этой женщине, сказали и так далее. И послал Давид посланцев и взял её, и пришла к нему, и лёг с ней. Она осветилась от нечистоты своей и вернулась в дом свой. Мальбин говорит, что она осветилась от нечистоты своей. Это замечание в скобках. Когда она была на крыше, принимала миг, она осветилась от нечистоты своей. Он говорит, что это важно для Давида. И он, конечно, если он не собирался иметь отношения с женщиной, которая нечистая, то уж он тем более не стал бы иметь отношения с женщиной, которая замужней. То есть, это такое доказательство той возникшей ситуации, которую мы с вами описываем доказательством Мальбима. И забеременела женщина и послала сообщить Давиду и сказала, беременна я. И послал Давид, попал в тяжёлую ситуацию. Как он предполагал из него выходить, непонятно. Может быть, никак не предполагал, не думал об этом, потому что мы с вами говорили, что сердце для него было самым главным, ощущение для него было главным. И послал Давид к Юабу, пришли ко мне Уриахити, и послал Юаб Урию к Давиду. И здесь разворачивается совершенно, как бы, я бы сказал, неожиданная история. И пришёл Урия к нему и спросил его Давида благополучия Юаба, его благополучия народа и военных успехов. И сказал Давиду Урии, спустись в дом свой и омой ноги свои и выше. Куда же посылает Куда же посылает Давид Урия? Что же это такое теперь получается? Можем заранее с вами сказать, что Давид посылает Урия в дом согласия Батшевы, которая хочет объявить ему, что она не собирается возобновлять брак с ним. То есть то письмо разводное, которое он написал, оно будет считаться расторжением брака. Оно и так считается расторжением брака, а новый брак она не собирается с ним заключать. Она уходит из его дома. Для этого он посылает Урия к Батшеве. Скорее всего, он знает, что Батшевы не останется наедине с Урией. Есть прислуга, есть люди в доме. Это не простой разговор, тяжелый, но она объявит ему, что она уходит от него. И вышел Урия из дома царя, и вышел за ним несущий подарок царя в древнем мире воинов или важных людей для того, чтобы оказать им уважение, часто посылали слугу, который нес за ним дары царя, будь то богатые одежды, будь то богатая трапеза, знак уважения царя, как бы царского царя. И вот он вышел за ним, и люди несут за ним подарок. И лег Урия у двери дома царя, вместе со всеми слугами господина своего и не спустился в дом свой. У двери дома царя он не буквально лег у двери, как мы можем представить, вместе со всеми слугами царя, там слуги не лежат у двери в повалку, а он лег с охраной царя. Он лег с отборным отрядом. Он лег, пошел спать туда, где его товарищи, так как было принято, что часть отборного войска, оно сражается на передовой, а часть отборного войска, оно охраняет царя. Может быть, до сих пор так не было, но теперь, когда Давид остался в Иерушалайме, сложилась такая ситуация, что кто-то должен был охранять царя. И обычно, когда Давид выходил на войну, мы понимаем, видим из тех ситуаций военных, которые складывались, он сражался на передовой, он сражался вместе с самыми своими храбрыми воинами, которые были его товарищами. Он никогда не требовал и ситуации так не складывалось, чтобы его специально охраняли. Он сражался, как простой воин. Может быть, не как простой воин, но сражался в передовом отряде без специальной охраны. Та ситуация, которая сложилась здесь, она новая. У царя есть охрана, и эта охрана – это часть отборного отряда и товарищи Урия Гахити. И поведали Давиду, сказав, не спустился Урия в дом его, царь приказал ему, вроде, он не идет, уже непонятная ситуация. И сказал Давиду, разве не с дороги-то пришел? Почему не спустился ты в дом свой? И тут то, что обычно не обращают на это внимание, независимо от того, какая ситуация сложилась, что и как. И сказал Урия Давиду, Ковчег и Израиль и Иуда живут в шалашах, и господин мой Юав, и слуги господина моего стоят лагерем в поле, а я войду в дом свой, чтобы есть и пить и ледь с женой моей, клянусь жизнью твоей и жизнью души твоей, что не сделаю я этого. Скорее всего, и не только скорее всего, как бы, если так можно сказать, сто процентов, он те же самые слова говорил о хране Давида. в нормальной ситуации, как бы, если так, древнего мира, а может быть, не только древнего мира, то, что делает Урия, это называется бум против царя. Он перед царем в глаза называет господин мой Юав. господин мой Юав, кто же так говорит перед царем? Только человек, который хочет заслужить смертной казни или изгнание, больше никто другой. И слуги господина моего старят лагерем в поле. Упрек Давиду, а ты тут сидишь во дворце, пируешь, вон мне еще как бы отломил от жареного гуся. А я пойду в дом свой, чтобы лечь и спать с женой моей ковчег. Люди в шалашах. Люди ночуют в шалашах, кроме сражения терпят трудности, невриятности, трудности в трудных условиях, а ты тут во дворце и пируешь. И ковчег, ковчег Всевышнего, который всегда выносили на войну, не всегда его брали в сражение до того, как был построен храм. Понимаю, что когда был построен храм, его уже не забирали святая святых, но до того, как был построен храм, ковчег брали на войну, и он, возможно, находился в лагере, возможно, он находился где-то за лагерем, в безопасном месте, но он где-то был в районе сражения. И это слова, произнесенные при людях. Независимо ни от чего. Это настоящий призыв бунту. И лег так, да, вот и сказал Давиду... 12-й посук Розеев. 12-й посук мы с вами, да. Немножко прыгает здесь, спасибо за подсказку, да. И сказал Давидури, оставайся здесь еще сегодня, а завтра я отправлю тебя, да. И и позвал его Давид, и ел перед ним, и пил, и напоил он его допьяно, и вышел он вечером, и чтобы лечь на ложе свое, со слугами господина своего, а в дом свой не спустился. Давид сделал то, что он не имел права делать, да. Он замял проблему, мы знаем, что царь не может простить оскорбления. Опять же, я говорю, независимо ни от каких других обстоятельств, да, царь не имеет права простить оскорбления. Мы понимаем эту проблему, что если царь прощает оскорбления, то все видят его слабость, и это как бы провоцирует бунт, или провоцирует соседей к нападению, которые понимают, что царь не может постоять за себя. Это, он не может это сделать. Давид как бы съел это, да, и предложил Урии еще раз пойти в свой дом, а он опять пошел, да, пошел и лег со слугами господина своего, и мы понимаем, что он говорил там те же самые речи. И было утром написал Давид письмо Иоаву и послал с Урии и написал в письме так, поставьте Урию против врага там, где ожесточенный бой, и отпустите назад, оставив его, и будет он поражен и умрет. Понятно, что то, что делает здесь Давид, это также, скажем, не укладывается в рамки моральных норм, если человек провинился, его надо судить, мы знаем, что Давид может казнить его единолично, но мы помним с вами, что был Санхитрин, который разбирал дела, и там решающие слова все равно принадлежало царю, но в любом случае это было должно быть сделано публично, и суд публичным, и казнь должна была быть, так сказать, официальным, официальной, а не подставлять Урию, чтобы он погиб, с одной стороны правильно, у Давида есть на это право, казнить бунтовщика, но невозможно делать вот такие вещи, царь не может делать такие вещи скрыто, он должен делать должен делать это открыто, царь, который утверждает суд, утверждает моральные нормы, он, конечно же, не может это сделать, забегая вперед, нужно сказать, что Всевышний никогда не упрекает Давида, не упрекает Давида за смерть Уриа и Хити, это было нехорошо, неправильно, но как ни странно, как ни странно, и для нас это очень важно, ответственность, основная ответственность, может быть, даже, можно сказать, вся ответственность, она ложится на Юаба. Радак отсюда учит принципиальный момент, он очень важный для нас момент, он учит, что есть понятие отказаться исполнять приказ, есть обязанность отказаться исполнять незаконный приказ. Юав, как мы представляем себе, он этот приказ исполнил и дальше разворачивается целая история, которую, может быть, сейчас мы с вами постараемся посмотреть. Мы с вами говорили, что понятие неисполнения приказа, обязанности даже не исполнять приказ, она учится из поведения Авнера и Авишая, которым Шауль приказал казнить царей города Нов и Кагенов, прошу прощения, священников города Нов, и они отказались это сделать. И вот второй момент, который подчеркивает Радак, это ЮАФ. Из этого мы понимаем, что приказы незаконные, а как бы да, в общем, с одной стороны и приказ-то законный, а с другой стороны он не укладывается, так сказать, в формальные процедуры, которые оказываются тоже очень важными. Это не надо было исполнять. Ей написал в письме так, поставьте Урию против врага там, где ожесточенный бой, отступите назад, оставив его, и будет он поражен и умрет. И было, когда ЮАФ осаждал город, и поставил Урию на место, о котором знал, что люди отважные стоят там, и вышли люди города и воевали с ЮАФом, и пали из народа, из слуг Давида, и умер также Ури Ахите. Опытный полководец отвечает за жизни своих воинов. Конечно, при осаде такого города, как Рабат-Амон, укрепленного, стоящего на высокой скале, невозможно обойтись без потерь. Но эти потери не могут быть как бы случайными по недочету, по пренебрежению как бы к жизни людей, и даже по недочету ситуации. Есть ошибки, есть школьник не так сложил, не так умножил два на два. Ну, что делать? Ошибся, учитель его поправит. Здесь же не такая ситуация. Тут ошибка стоит жизни людей, и если это вина полководца, это вина полководца. Есть элементарные правила. Почему так долго стоят у Рабат-Амон, строят насыпь? Естественно, что это не исключает войны на истощение, попытки атаковать, попытки взять город штурмом, но это не должно приводить к случайным жертвам. Каждая атака должна быть продуманна. Здесь ЮАФ не делает совсем как ему, не точно как ему Давид сказал. Вот ты скажи воинам, чтобы они оставили Ури-Ахити. То есть ЮАФ должен разговаривать с воином и сказать, вы сейчас пойдете в атаку, а потом отступите назад, так, чтобы Ури-Ахити остался один лицом к лизу к врагу. У него есть еще характер, мы понимаем, он не отступит, он не будет отступать с вами вместе, он останется один против врага и он погибнет. Все это ЮАФ не захотел делать. Он не захотел говорить с воинами Давида, с самоотвержденными воинами Давида. Он не захотел разговаривать, не захотел их посвящать в эту историю. Он построил ситуацию такую, что Урия Ахити погибнет, но не рассчитал так, чтобы не погибли другие люди, как ему написал Давид. Опять же, это не воправдание Давида, но и не в плюс ЮАФ его тоже нельзя не обвинять в этом. То есть, он создает ситуацию, когда провоцирует, когда посылают небольшой отряд к воротам, провоцирует противника выйти, атаковать этот отряд. противник многочисленный, но воины отважные, воины отважные могут обратить его обратно и заставить войти в ворота. А может быть, на его плечах ворваться в город, но также есть вероятность, что малый отряд окажется перед лицом многочисленного врага, и даже если он потеснит его, то он окажется в очень тяжелой ситуации. И вот ЮАФ, небольшой отряд, ставит в такую тяжелую ситуацию, и погибает не только Уриахити, погибают и другие люди. Вышли люди города, у меня очень прыгает, я теряюсь и вышли люди города, воевали с ЮАФом, и пали из народа и слуг Давида, и умер также Уриахити, и послал ЮАФ и сообщил Давиду обо всем, что произошло в сражении. И сейчас внимание, интереснейший момент, который весьма очевиден, но с другой стороны совершенно выпал из поля зрения комментаторов. А здесь момент очень интересный, когда устная, так сказать, письменная тора, если можно текст этот назвать письменной торой, или просто текст пророков пересекаются, намекают друг на друга, и очень-очень красивый момент, на мой взгляд. И приказал посланцу, и послал ЮАФ и сообщил Давиду обо всем, что произошло в сражении, и приказал посланцу, говоря, когда кончишь рассказывать царю обо всем, что произошло в сражении, что тогда и будет, если возгорится гнев в царя, и он скажет тебе, почему вы приблизились к городу сражаться, разве вы не знали, что будут стрелять со стены, кто поразил Авимелиха, сына Ирубошита, мы понимаем, в чем была проблема, то есть приблизились слишком к стене, сразу не удалось ворваться в город, так сказать, на плечах неприятеля застряли около стены, ворота там захлопнулись или просто движение остановилось, и в этот момент лучники со стены расстреляли по крайней мере несколько человек, пока остальные смогли отступить. Дело не в этом, сейчас дело не в этом. Почему вы, ты должен сказать Давиду, объясняет его посланцу, почему вы приблизились к городу сражаться, разве вы не знали, что будут стрелять со стены? Кто поразил Авимелиха сына Ерубошита? Она вспоминает исторический эпизод, когда Авимелих был убит Жорновым, который женщина бросила со стены, разве не женщина сбросила на него обломок Жорнова со стены, и умер он в городе Тевец. Зачем приблизились в их стене? И скажешь ты, так же слуга твой Уриахитти умер. Теперь смотрим, да, смотрим, детектив. И пошел посланец и пришел и поведал Давиду обо всем, что передал с ним Иоав, и сказал посланец Давиду, когда перенесли нас, когда пересили нас те люди и вышли к нам в поле, то мы оттиснили их до проема ворот, а стрелки стреляли в рабов твоих со стены, и умер несколько человек из рабов царя, и так же раб твой Уриахитти умер. И сказал Давид посланнику, так, скажи Иоаву, пусть не кажется дурным в глазах твоих, делай это, ибо столько и столько еще погубит меч, то есть война всегда забирает людей. В чем здесь как бы внимание, Иоав говорит посланнику, скажи ему, вот так получилось, и так получилось, и Давид разгневается, а тогда ты ему скажи, что Иоав уриахитти погиб. И как бы имеется в виду, что Давид тогда успокоится. Что это? Посланниц неглупый человек. Вокруг стоят неглупые люди, если он дает поручение посланцу при других людях. Медраж говорит о том, что Гебурим, воины Давида, полководцы обступили Иоава и хотели убить его, казнить его, потому что они увидели в этой оплошности, не оплошность, а прямое убийство людей, лучших воинов. Они были в гневе на него за то, что он послал к воротам отряд, который мог и не ворваться в эти ворота и поставил под такой риск, под смертельный риск, а может быть и под стопроцентную гибель поставил людей. Они обступили его и хотели убить. Тогда Иоав говорит, секунду, секунду, подождите. Вот у нас тут есть парень, он пойдет Давиду и скажет ему следующие слова. Но ведь люди не глупые. Они понимают, что он говорит Иоав. Он изоповским языком говорит. Когда он говорит, Давид рассердится, а ты ему скажешь вот так вот, что Уриахит погиб, и он успокоится, он же выдал Давида. Медраж говорит о том, что он показал письмо Давида. Может быть, потом он и показал письмо Давида. Но сначала он выдал его таким образом, рассказывая посланнику, как нужно доложить Давиду. Все стоявшие открыли широко глаза, открыли рот. И говорят, ты что? Говорит, а ну докажи. И тогда он достал письмо Давида. Это то, что сделал Юап. Во всех последствиях этой истории, что происходило потом, мы с вами поговорим на следующем занятии. Я хочу оставить хоть немножко время на вопросы. Те несколько предложений, которые есть, мы можем дочитать их в следующий раз. И фактически мы добрались. И сказал Давид посланнику, так скажи Юаву, пусть не кажется дурным глазах. И его все, мы добрались до конца 11 главы. Пожалуйста, теперь ваши вопросы. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Значит, вы сказали, что и Давид... Можно вопрос, Рабзиев? Вот тут кто-то говорит, по-моему? Кто это, кто говорит сейчас? Это я говорю. Это вы, да, хорошо. Спасибо. Вы сказали, вернее, что Давид чувствовал, что ему предназначена Батшева, и Батшева тоже чувствовал, что она предназначена царю. Все это замечательно. А такой вот момент Хупы, вообще не стоит. Царь ее зовет, и она идет. И, в общем, вот в этом как раз, так сказать, я не говорю, вы объяснили насчет Уриахити, да, а вот этот момент, он вообще как бы, так сказать, улетает куда-то. Вы совершенно правы. можем можем сказать, что хупа отсутствует. Это может быть не очень хорошо, но фактически, как бы, с этой точки зрения, это не является никаким запретом Торы. Это не хорошо, опять же, я подчеркиваю много раз, но формально, как бы, с точки зрения Торы, это не является запретом отношения с женщиной. Что он думал при этом, Давид, я уже не могу сказать. Если бы, скажем, были два свидетеля, которых он бы там, скажем, поставил у двери и закрыл эту дверь и был там с Батчавой, то это можно было бы считать, как хупа, как заключение брака, я далеко не уверен, что он это сделал. Рожде, вопрос позволите по поводу Натана, пророка Натана, который прикал Давида, насколько есть ли где-нибудь пояснение и так далее по этому диалогу Натана с Давидом? Насколько он обоснован? Ну, мы не добрались до него, это тоже один из сильнейших кусков отрывков вообще во всех книгах пророков. Дай Бог, в следующий раз мы доберемся на него. Ага, это впереди, да? Да. Спасибо. И попутно вопрос о Микве. Это еще языческая традиция с древнейших времен? по Микве самой как средства омолвения и очищения. Вот тут я совершенно не понял. Причем здесь языческое, нам не известно ничего, ни о каких подобных моментах. Этот закон дается в Торе, мы не знаем ничего о подобных моментах у каких бы языческих народов, о том, что они соблюдали и что они не соблюдали, какие у них были традиции и так далее. Нам об этом ничего не известно. Но сам закон Миквы как водоема, скажем, как водоема, в который собирается дождевая вода или источника, из которого вытекает проточная вода, которая течет скажем, из глубин земли, эти воды и только эти воды очищают, никакого подобного закона мы не видим. Мы не видим нигде, мы не знаем об этом. В плане как бы связи законов Торы с тем, что было в старое доброе время, я, может быть, вам говорил, что потрясающий, на мой взгляд, высказывание сказал археолог Зарталь, которого, к сожалению, несколько лет уже нет в этом мире светлой памяти, он раскопал жертвенник Яшуа, как это называется, жертвенник Яшуа, жертвенник, на котором приносили жертвы у горы Герезима, горы Иваль, раскопал его со всеми подробностями, как бы, можно было и сам жертвенник, и его структура, и то, что около жертвенника, и отдельно там, скажем, кости животных, обгоревшие, сожженные на огне, и кости животных, белые, которые варили, и животных, которые ели, все эти подробности он как бы раскопал, и многие там другие интереснейшие моменты, зажитали, будучи человеком нерелигиозным, я не знаю, как это в одном человеке уживается, но он сказал такую вещь, я нашел, раскопал доказательства дарования Туры у горы Синай, что он имел в виду, он имел в виду, что таких жертвенников, таких законов жертвоприношения, которые открылись во время раскопки этого жертвенника, не было никогда и нигде, ни на Ближнем Востоке, ни в каких других странах, ни в скажем, ни в той же Америке, скажем, у ацтеков и инков, ничего подобного близкого не было, значит, он говорит, где это, это, скажем, много доказательств, что это народ, который пришел из пустыни, и даже доказательств того, что пришел народ из Египта, нашли там египетские украшения, хербушит, жука с корабея нашли, около жертвенника, и откуда это? У народа пришедшего из Египта, он в Египте этому учился? Нет. Он говорит, я нашел доказательства того, что как бы по дороге из Египта сюда они получили дурно. так что не нужно, мне кажется, почти никогда искать там, скажем, какие-то обычаи у древних племен, которые были и так далее. Если даже они и были в каком-то в том или ином плане, то в Торе закон получает совсем другое осмысление и детали его другие. И наполняется он смыслом совершенно иным, совершенно не похожим на то, что у других народов. Так что миква очищающая, она не имеет никакого отношения к тому, что могло быть у других народов до дарования Торы. Равзеев, можно вопрос? Да, пожалуйста, да. Я правильно понимаю, что у Ури до Батшевы уже были жены, да? Что у него были жены, да? Да, это как бы нам ничем не смягчает ситуацию, но жена у него была, да. По крайней мере, метраж говорит о том, что жена его умерла и он взял Батшеву для того, чтобы она выросла у него в доме. Просто он говорит, что я собираюсь, точнее, я не собираюсь ложиться с женой. То есть он, может быть, вызывал другую жену, а не Батшеву? Нет. Нет. Батшева, да, то есть мы, а в данный момент у него, видимо, нету другой жены, его жена умерла, он рассчитывает жениться на Батшеве или уже не рассчитывает в данный момент, да, уже не рассчитывает в данный момент, потому что как бы между ними в общем-то уже все выяснено, он, не важно, что он думает, не важно, какая ситуация сложилась, его как бы задача это сказать Давиду, ну, если так можно, я, ну, скажем, условно говоря, мне трудно как бы добрать слова, условно говоря, задача оскорбить Давида, не важно, что у него там делается, не важно, какие у него отношения с Батшевой, он сейчас Давиду говорит, да, я что, я пойду лягу со своей женой, когда они там шалашат все, да, есть, в общем-то, да, то есть он ему намекает как бы Давиду, да, что можно было бы быть поскромнее во всей своей жизни, когда идет война. Да, я понял. Равзеев, и мне непонятно, почему Давид отослал Батшев, он же мог, имел полное право после того близости с ними оставить у себя дома. Мне вот этот момент не понять. Есть еще одна сторона в этом деле, очень существенная, это сама Батшева, мы потом увидим, что от ее, скажем, от ее желания, от ее решений, чем бы они не были продиктованы, зависит очень много, она захотела уйти, она не захотела остаться в доме Давида, чтобы пришел Ури Ахити и встал перед фактом, что она в доме Давида. Она хотела сказать ему, что этот гет, который он написал ей, она не собирается его разрывать, не собирается заключать с ним брак сейчас, после этого гетто. Она хотела ему это сказать, будучи в доме. И это она настояла на этом. То есть это женщины решали, а не мужчины. То есть Давид не мог сказать, да, Урию, ты знаешь, я хочу, чтобы был быть мужем Батшевы. То есть он это считалось в том время так не поступали? Ну, вообще, понимаете, как бы, да, ситуация сложилась весьма и весьма неприятная. А Барбанель, с которым я, скажем, есть так позволительно сказать, не совсем согласен, он отходит от всех комментариев, отходит от всех Митрашим, он обвиняет Давида как бы по полной. Всю тяжесть преступления он возлагает на него. Он вообще Барбанель, между нами, говоря, он противник монархии. Он считает, что из-за царей произошли все беды и гораздо лучше было без царей. Вот здесь он Давида обвиняет по полной и он приводит пример, как один из правителей, королей в Испании, Барбанель жил в Испании, как мы помним, он был среди изгнанников из Испании, один из королей Испании, когда войско вышло на войну, он забрал дочь одного из своих полководцев. он говорит, вы не представляете, что он с ним сделал, когда он вернулся. Он перевернул всю страну. Он как бы не приводит ту страшную смерть, которую он уготовил этому королю. Но можно представить себе, что он намекает, что тому было не совсем приятно. То есть ситуация сложилась, неважно, я совсем не согласен в данном моменте за Барабанель. Ничего из этого нельзя построить. Это разваливает все источники наши. Но можно представить себе, что ситуация пренеприятнейшая. Из нее как-то надо выходить. Давида можно в какой-то степени понять, не оправдать, но понять, потому что он посылает письмо такое Иуабу и хочет поставить урегахити, потому что надо выйти из этого положения, иначе будет хилуль, иначе вся страна встанет на дыбы. Понимаете, там почти никто не будет разбираться в формальностях, а все будут видеть самое главное. Люди вышли на войну, а он забрал его жену из дома. Поэтому он хочет это дело замять и завуалировать. И конечно, то, что вы спрашиваете, может быть, оно было бы самым правильным поведением, но видимо Бат-Шеба хочет вернуться, то есть не видимо, а точно. А второй момент, он не знает просто как выйти из этой ситуации. Равзи, и последний вопрос. Я всегда считал, что Руах-Кодыш, он дает именно то понимание, которое как бы хочет в этой ситуации творец. А вот здесь мы видим, что Руах-Кодыш как бы подставил Давиду подставу с делом. То есть Руах-Кодыш подсказал ему против воли творца. Это мне не очень понятно. Все, что мы с вами говорили о пророках, многие вещи, которые мы говорили, мы говорили о том, что у пророка остается свобода выбора, и пророк должен понять, что ему говорят. Он должен понять ту картину, которую ему показывают. Ошибется, ну, грубо говоря, ошибется, будет уже пророком. Должен включить все свои силы для того, чтобы правильно понять, чтобы не ошибиться, отбросить все свои как бы дурные желания очистить полностью сердце, для того, чтобы полностью понять Всевышнего. А здесь не пророчество, а Руах-Кодыш. Или Руах-Кодыш, или какое-то состояние, которое вообще только Давиду присуще. Он чувствует сердце. Чувствует сердце. Тут может быть, я не знаю, может быть, надо было бы сказать тебе стоп, давай разберемся сначала. Это очень трудно. Сейчас у нас нет времени. Давайте мы начнем в следующий раз. Я продолжу ответ на ваш вопрос. Насколько мы видим в Торе трудно найти свою пару великим людям? И с какими это испытаниями связано? Я постараюсь при... Хорошо, спасибо, Рожей. Спасибо. Рожей, спасибо вам. Спасибо вам. Вот, я понимаю, что слушать тяжело, но поверьте мне, я тоже очень напрягаюсь ради вас. Хорошо. Ладно. Всем хорошей недели, здоровья самое главное. Надеюсь встретиться со всеми в следующий раз в Йомрешон или еще раньше. Спасибо за урок. шиватом. Если можно, пожалуйста, у меня одно техническое замечание очень важное. Мы как бы в преддверии нового гражданского финансового года обращаемся ко всем участникам нашего проекта. Посмотрите, я написал в чате некоторое объявление. Нам очень бы хотелось восстановить некоторую денежную помощь нашему проекту. И пожалуйста, все, у кого есть возможность, пожалуйста, поучаствуйте. Реквизиты находятся на странице для льмот. Так что пожалуйста, с этим соотнестись. Мы просим помощи для двух проектов, для вот этого курса Равазеева и для курса Мейера Левина по устной торе. Окей. Все. Всем счастливо. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь ко мне. В принципе, там есть ссылка на страницы, там есть все реквизиты, включая карточки. У нас есть такая сейчас возможность получать деньги и в России тоже, и в России и на Украине. Окей. Хорошо. Всем счастливо и до свидания. Пока.